здравствуйте бандрами друзья гости моего канала все его подготовить холодным копчением сишков вот такие вот сеги сик обыкновенный амурский он вымороженный он еще такой подмерзший чуть-чуть но был свежий заморожен пойманы и на льду заморожены сейчас мы его сначала разделом разделать я буду по брюшку просто по брюшку и начнем засаливать подготавливать уже к копчению самого крупного разделаем жабры удаляем соответственно 7 внутренности тоже удаляем очищаем вот это на крови хребтовой у себя мясо очень нежная и очень вкусная потом когда копченая его можно выморозить и сделать с него струганин утолу но мы будем его коптить такая вот тушка получается сейчас мы все разделаем и начнем уже готовить посолочную смесь и солить ну все вот рыбку мы подготовили мы ее очистили кто не любит очищать можете промыть ее ледяной прям ледовой водой которая руки аж руки сводит вот такой водой надо промывать если не промывать тогда салфетками все протирайте аккуратненько и все так посолочная смесь откажу про посолочную смесь посолочную смесь я уже сделал на килограмм рыбы где-то примерно 2 так вот без горки столовые ложки соли крупной и одна неполная столовая ложка сахара и вот в эту вот получается в 3 столовые ложки прям вот щепоточку небольшую щепоточку мускатного ореха молотого прям чуть-чуть там 002 грамма просто для ароматизации соли вот здесь у меня конечно больше соли это я сделал на всю рыбу приступаем засолки тару я уже приготовил тара лучше желательно чтобы была с отверстиями там внизу у меня там треснуто я ее использую как как тару для засолки рыбы колодкой сейчас мы будем укладывать солить и укладывать берем рыбку берем посолочную смесь и вот так слегка внутри все это присыпаем и натираем по ребрам по хребту натираем голову обязательно столе насыпем вот так две-три щепотки натираем снаружи так чуть-чуть просто протерли то что на руке осталось соль когда теряли внутри все и укладываем посолочную тару спинкой вниз сейчас уложим и покажу как она будет лежать остатки соли остались можно просто сверху посыпать ну вот так вот рыбка будет солиться спинка вниз она уложена посолочную тару у меня стоит вот есть в подносе вот и поднос и туда будет весь тузлу который будет образовываться будет стекать в поднос все так вот так вот оставляем на засолку на 10 часов если будет вообще вообще крупный там два два с половиной три килограмма соответственно 12-14 часов засаливаться вот этот размер будет засаливаться около 10 часов в прохладном месте вот прошло время скрываем вот смотрите сижок просоленный сейчас на всю лишнюю соль уберем вот он есть тузлу к подносе видите поставки подставочки чтоб он стекал есть и вот он весь просоленный он видите внутри соли вот почти уже нету вот он весь просоленный он плотный стал здесь вот соль есть сейчас мы это все уберем ну и пойдем вешать вялиться его сижки вот эти вот вкусная рыбка ну вот мы повесили сижка вялиться поставили распорки вот по поводничкам обязательно чтобы она хорошо провялилась вот так она будет вялиться у нас не менее 12 часов с периодичностью 3 часа будет вялиться сейчас будет отдыхать вот так мы будем ее вялить а потом пойдем и покоптим холодным копчением но прошли сутки стежки подвялились швейс они вялились течение суток они большие крупные вот они вяленое мясо плотные сейчас будем перевешивать их в коптильню в электроцитическую москит и будем коптить ну вот так все шки будут вялиться в коптильне вот они все коптить было на лихе с добавлением мандариновых корок холодным дымом температура копчения не превышать 28 градусов ну край 30 градусов больше нельзя отправляем коптиться проверяем все расстояния это делается перед каждым копчением перед каждой закладкой все расстояния должно быть не менее двух сантиметров от излучателей проверяем работу статики вот ниточкой все работает все разжигаем зольник закладываем дровишки на 300 разжигая его кода сейчас эти регуляторы на зольнике уже 350 можно 350 разжигать минут 15-20 чтобы хорошо дым пошел после термогулятора можно переведить на более низкую температуру чтобы оно просто поддерживало горение дровишек коптить лучше всего на дровишках на щепе просто замучаешься постоянно подсыпать щепу и так далее дрова должны быть влажностью хотя бы 50-60 процентов для холодного копчения слишком сухие дрова тоже плохо влияют на копчение ну все закрываем дверь и коптим пошел час открываем и смотрим на сишков вот они такие закопченные так вот они сишки сейчас он в шввс их еще подвяли и попробуем тут самого крупного будем пробовать красота ну вот как я вам обещал взяли мы самого большого сига такой он красивый отрежем и попробуем голову сейчас удалим голову это на любителя к пиву или льдовеса как будто и вот прям здесь по хрукту вот смотрите мяско все просолено ни одной кровинки нету вот здесь просаливается сейчас попробуем на соль посмотрите видите какой мясо на соль ну на соль а на соль на соль а Продолжение следует...